21-летний российский легкоатлет стал серебряным призером чемпионата Европы. Тимур Маргунов завоевал серебро чемпионата Европы в прыжках с шестом. Он впервые в своей карьере прыгнул на 6 метров, а вот чемпионом Европы стал 18-летний швед Арман Дюплантис с результатом 6,05 метров, что стало новым мировым рекордом для юниоров. Как досталось серебро Тимуру, узнаем все из первых уст. У нас в гостях Тимур Маргунов, прыгун в шестом, серебряный призер чемпионата Европы. Ура! Да, но он не один пришел, и Александр Шалодников, заслуженный тренер России. Доброе утро! Доброе утро! Итак, Тимур, наверное, первый вопрос к вам. Во-первых, сначала поздравления принимайте и от нас, и от всех телезрителей. И скажите, пожалуйста, вот в тот момент, когда вы все-таки одолели эту планку и для себя в том числе, понятно, что ваше имя стало известно не только профессионалам в мире легкой атлетики, но и любителям и ценителям спорта. Отсюда вопрос. Изменилось ли что-то в вашей жизни? Ну, я не знаю, повышенное внимание, пресса, интервью и так далее? Девчонки, фан-клубы? Ну, фан-клуба у меня пока нет. Ну, да, прессы, журналисты очень часто обращаются, просят дать интервью, сказать пару слов. А так, в основном, все приближенные к спорту, да, поздравляют друзья, родственники, спортсмены. А так, со стороны еще не заметил. Ну, то есть, все остальное так же и осталось? Ну, грубо говоря, да. Мне кажется, что вот Александр Петрович может четко и ясно объяснить вот этот весь процесс. Смотрите, в этом году ваш ученик стал серебряным призером. Какие вообще задачи вы ставили для него? И выполнил ли он их? Ну, на этот год самый главный старт, будем так говорить, это именно чемпионат Европы. Вот. И, в принципе, мы планировали выступление на этом чемпионате, ну, при условии, что, конечно, нас допустят. Ну, так получилось, что нас допустили и мы поехали в Берлин. В Берлине мы планировали хотя бы, ну, на тройку. Вот. Занять хотя бы призовое место какое-то. Ну, а хотя бы это было. Получилось так, что даже установили личный рекорд и еще и второе место. Я просто не знаю. Вот. Жизнь артистов непонятна, да? В тот момент, когда выходишь на площадку, ты ловишь какой-то кураж. В жизни спортсменов то же самое. Есть ли какой-то кураж, внутренний драйв? И что вообще помогало вот в тот момент именно там, на стадионе, на состязания? Кто это? Это зрители, болельщики, это наставник? Кто дает вот тот самый волшебный внутренний пинок, когда ты летишь куда хочешь? Да, конечно. Без наставника никуда и без зрителей тоже. В основном я настраивался сам, в смысле, на день соревнований, что мне надо бороться до последнего, прыгать и показать себя. Да. Уже меня направлял мой тренер, мой менеджер. Они мне подсказывали, помогали. Зрители, конечно, тоже поддерживали. Без них тоже прыжки не удались, потому что они придают какой-то энергии, позитив, что это все не зря. И как-то, в общем, все помогали по чуть-чуть. Я вот вижу, Александр Петрович, что Тимур сейчас немного неуверенно отвечает, поэтому я думаю, что именно вы знали, что он прыгнет шестиметровку. Вот когда вы это почувствовали, когда вы поняли, что нужно вот сейчас, нужно рискнуть и сделать? Это ведь личный рекорд в том числе. Ну, в тот момент на соревнованиях, когда Тимур даже прыгнул, ну, будем так говорить, 5.85, я уже был более-менее так спокоен, что у Тимура все получается. И я внутренне успокоился, и, может, это мое успокоение передалось ему, и он уверенно прыгал. Прыгал настолько правильно, будем так говорить, что вот я давно не видел таких прыжков, и это нравилось не только мне, это нравилось публике, его очень сильно поддерживали там. И, знаешь, вот мы в программе обычно просим что-то показать, что-то сделать, очень хотелось бы попросить, чтобы Тимур прыгнул в шестиметровочку у нас, но просто ему поблагодарим в видео. Спасибо вам огромное за ранний визит, спасибо, что вы сегодня здесь, и спасибо огромное за ваше большое дело, и ваше, и ваше достижение. За победу, да. Напомним, что у нас сегодня в гостях были Тимур Маргунов, прыгун в шестом, серебряный призер чемпионата Европы, и Александр Шалонников, заслуженный тренер России. Субтитры сделал DimaTorzok